Добрый день! С вами стиль Ислана и сегодня я хочу поговорить о такой важной детали гардероба, как джемпер. Что касается джемпера, это, как вы сами понимаете, невидимая деталь гардероба и желательно приобрести его нейтральных цветов, для того, чтобы он очень легко вписывался в любой ваш образ. Когда я говорю невидимая деталь гардероба и невидимый нейтральный цвет, вы, наверное, представляете себе что-то такое серое, мышиное. Это в отчасти правда, потому как серый цвет на самом деле легче всего сочетать со множеством-множеством любых других цветов, и он на самом деле почти всем девушкам независимо от цветотипа идёт. Ну, а ещё можно выбрать белый цвет и все оттенки коричневого. Естественно, цвет король всех цветов чёрный цвет, его тоже очень легко сочетать со всем остальным, что у вас есть в гардеробе. Какие основные критерии при выборе джемпера? Это первое, у него должен быть не слишком глубокий вырез. Смотрите, у меня здесь немножко глубоковат вырез, и это делает сложным его возможности комбинирования. Иногда он показывает немного лишнего, не то, что мне хотелось бы. Желательно иметь такой вот глубинный вырез, если вы хотите уже вырез. И тут намного легче комбинировать, и он не показывает ничего лишнего. И второе очень важное, смотрите на состав. В 80% минимум должен быть натуральный состав. Вот, к примеру, здесь у меня, не знаю, видите ли вы или нет, 100% шерсть. Ну, ещё можете покупать коричневые расцветки, вот такой вам показываю, у меня есть в гардеробе. Он сделан по мужскому типу, немного оверсайз, и его очень удобно комбинировать, он подходит буквально ко всему, что у меня есть. Также вы можете покупать спортивные джемпера, которые немного более кэшуал, и они могут иметь какие-то интересные детали, структурированные, допустим, здесь вот полетки. Но обратно же, желательно, чтобы это было всё нейтрально, всё в одном цвете, не сильно бросалось в глаза, иначе вы не сможете комбинировать его со всем, что у вас есть в гардеробе. Мы же говорим сегодня о базовом джемпере. И вот такой ещё спортивный базовый джемпер, который с надписью, что очень модно. Почему бы и нет, если надпись обратно же из базового цвета, не сильно яркая. И, естественно, вы должны знать английский и знать, что написано у вас на джемпере. Вот здесь написано «Я влюбилась в ангела». То есть это нормальная надпись, такой можно носить. Смотрите внимательно, что вы покупаете. Третья важная деталь – джемпер может быть немножко оверсайз, и это вполне нормально и хорошо даже, потому как это поможет вам делать различные образы, многослойные. Если джемпер у вас не сидит близко к телу, то вы спокойно можете под джемпер пододеть какую-то рубашку, блузку и создать ещё более экспрагантный, более интересный и необычный какой-то образ. А примеры я вам покажу сейчас, то, что нашла в интернете, как всегда. Продолжение следует... Надеюсь, что вам понравилось моё видео. Если вам понравилось оно, ставьте пальчик вверх. И, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли у вас джемпер в гардеробе, и если есть, сколько их у вас и каких цветов. Мне будет очень интересно узнать об этом. Всем хорошего вечера и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!